Артур Хазиев, тоже наш постоянный зритель, спрашивает, вы говорили, что Кремль десятилетиями вырабатывал у народа апатию к политике, но теперь требует активности и сплоченности. Что это значит? Перегнули палку? Действительно, начиная с 2000 года, была развернута такая очень системная деятельность по дискредитации вообще политической активности. По сути, у нас сократилось количество политических партий, до этого набора из четырех штук, плюс там вот эти всякие новые люди, которые партиями считать нельзя. Сократилась всяческая институциональность в стране, что имеется в виду? У нас по-настоящему нет профсоюзов, у нас по-настоящему нет никаких союзов, у нас нет никаких объединяющих организаций, которые могли бы быть одновременно и политическими силами. То есть, выхолощено полностью пространство политическое. Естественно, людям некуда идти со своими интересами и пристрастиями. То есть, у людей достаточно большая палитра взглядов на мир, от анархизма до большевизма, и там минуя всевозможный монархизм и веру, например, религиозную веру в Путина, и какие-нибудь вот такие еще экзотические течения. Так вот, людям просто некуда идти. Понятное дело, они не идут в единую Россию, потому что это не совсем партия даже, на самом-то деле. Ну, а всякие вот эти ЛДПР и КПРФ, это совершенно уже поиздержавшиеся структуры, которые, ну, они истрепались, истратились они за эти 24 года, и это тоже никого не привлекает. И вот на этом фоне полного, так сказать, выхолощивания политического пространства внезапно появляется запрос на единство. Вот очень четко подметил Артур Хазеев. И вдруг из всех, значит, утюгов нам начинают верещать. А ну-ка, все в едином порыве, тут, значит, вставай страна огромная, а механизмов этого объединения не существует. Нет институтов. Вот колоссальная ошибка, на самом деле, внутриполитического блока администрации Путина, это выхолощивание пространства. То, что они создавали, там, всякие молодежные фейк-организации, там, молодая гвардия, там, и прочие, там, всякие разные, там, прочее, это все, ну, практически умирало сразу же, как только кончались деньги, которые стремительно разворовывались. То есть, это все были просто кормушки, там, идущие вправо, идущие влево, идущие вверх, там, всякий вот этот дребедень, это все не сработало. То есть, институтов нет, объединяющих сил нет, но на повестке единство. Что нам остается? Нам остается только, ну, имитация этого единства. То есть, в принципе, просто можно громко орать, как они считают, и тогда единство будет воплощено в сознании граждан. А вот это разобщение, вот эта атомизация общества, она, конечно, это сила страшная. То есть, она работает, в том числе, и против Путина. Будучи задуманной, как сила, которая не даст отобрать власть у Путина, в итоге получается наоборот, что вот эта разобщенность, вот это безразличие населения к происходящему, оно теперь играет против Путина. Ну, как говорится, знали бы, заранее подстелили бы рогож. То, что перегнули палку, Артур, это, да, действительно. То есть, такого разобщения, такой атомизации общества я, в общем-то, ну, исторически не вижу таких примеров. То есть, даже в самых апатичных, самых деспотичных странах всегда существовали какие-то объединяющие институты. Даже пускай подконтрольные власти, но они существовали. Сейчас все. Ну, это, в общем-то, я еще раз говорю, это результат 24 лет действий Путина, последовательных и целенаправленных.